В начале сирийская тема. В нашем Минобороны только что прокомментировали заявление, прозвучавшее в Госдепе США. Там признали, представленные России доказательства нефтяных поставок террористов подлинные, но оговорились. Куда именно едут сотни цистерн, все равно не ясно. В Российском оборонном ведомстве подчеркнули, средства объективного контроля зафиксировали весь путь контрабанды. От скважин до турецкой территории. Подробнее Антон Верницкий. После того, как Министерство обороны России опубликовало информацию о схемах торговли нефтью между террористами ИГИЛ и Турцией, представив всем кадры нашей авиационной и космической разведки, последовала реакция от Соединенных Штатов. В Госдепе и Пентагоне заявили, правда, со ссылкой на анонимные источники, что кадры подлинные, но на них якобы не видно изображений пограничных переходов и того, как автоцистерны с нефтью пересекают границу. В Министерстве обороны России подобные заявления назвали странными. Их заявления о том, что они не видят пограничных переходов с автоцистернами, которые пересекают границу, вызывают улыбку. Для этого на нашем брифинге были представлены и видеодоказательства со средств объективного контроля, зафиксирующие, как фуры-наливники не только проезжают, а просто пролетают контрольные пункты на турецкой границе. На этих кадрах трудно не заметить, что машины даже не снижают скорости, проезжая границу. Причем военные атташе, приглашенные еще 2 декабря на брифинг в ситуационный центр Министерства обороны, могли рассмотреть эти кадры во всех подробностях. А уже на следующий день в небо у сирийско-турецкой границы, по данным российских военных, было поднято столько беспилотников-разведчиков США и их союзников, сколько здесь до этого не наблюдалось ни разу. Наши засняли и их, сообщив, что временами в небе было до 50 разведывательных аппаратов. Поэтому, когда американские чиновники заявляют, что не видят, как доставляется контрабандная нефть террористов в Турцию, это уже не лукавство, это попахивает прямым покровительством. Нам также известно о том, что американскими беспилотниками и самолетами, действующими на территории Сирии и Ирака, постоянно используется авиабаза Инжерлик в Турции. По словам представителей Российского министерства обороны, американские беспилотники и самолеты-разведчики, которые базируются как раз на этой турецкой авиабазе, способны дать очень четкую картинку того, какими путями идет сирийская нефть в Турцию и где именно уже на турецкой территории, ожидая разгрузки, отстаиваются автоцистерны. Заметьте, эти беспилотники не какие-то фанерные дельтапланы, это современные средства оптико-электронной разведки, позволяющие фиксировать не то что автоцистерну, а даже номер автомата, лежащего на сидении рядом с водителем, перегоняющим наливник через турецкую границу. И сегодня же стало известно, что и иранская разведка также готова поделиться своими данными о путях транспортировки нефти из Сирии в Турцию. Об этом заявил иранский генерал Махсен Резаи, сказавший, что если правительство Турции не располагает данными о торговле нефтью с ИГИЛ в стране, то мы готовы предоставить эту информацию в их распоряжение. Антон Верницкий, Дмитрий Синицын, Максим Семин, Первый канал.